Ты нажал кнопку? Да, блядь, подрежешь, уже снимаю, подрежешь потом. Там цифры пошли, что записано? Да, да. Всем привет, дамы и господа, с вами Сан Саныч Богомолов. Это Таиланд, остров Пхукет, январь 2016 года. Сегодня я встречаюсь с замечательным человеком, путешественником. А Мария, да, зовут? Можно просто Маша. Просто Маша, можно просто Маша. Как давно ты путешествуешь автостопом? Десять месяцев. Ну, вот скоро будет шесть, если я не говорю. Шесть месяцев, уже почти год. То есть уже скоро почти девять месяцев и родится ребенок. Надеюсь. А с чего ты начала свое путешествие? Ну, в общем, мне тема путешествий была очень интересна еще до вот этого всего трипа. Где-то в 2011 году, да, я первый раз попала в Азию. Это была Индия Пау, такой организованный тур на поле Индии. А откуда ты поехала в Азию? В Москву. Из Москвы. Да. Ну, то есть я жила, работала в Москве все это время. Вот. И так вот путешествия меня втягивали, втягивали, втягивали. И в итоге у меня была мысль такая, что просто взять билет в одну сторону и не возвращаться. И попутешествовать как можно дольше. С Москвы. А почему такое решение? Достало все в Москве или просто вот тебе нравится своблок? Ну, ну, а слушай. То есть я собиралась накопить просто деньжат и уволиться после Нового года, поехать стандартным способом, как я это умею. То есть локальные автобусы, гестраусы, ну, такой привычный для меня был тип путешествия. Ну, в итоге в конце июня меня уволили с одной из моих работ, которая приносила мне наибольший доход. Вот. И я подумала, что это просто волшебный тендель судьбы и нужно пользоваться случаем. И я слышала просто эту фразу многократно от разных путешественников, что пока ты будешь заботиться о деньгах, ты вообще никуда не поедешь. Ну, то есть их всегда будет недостаточно. Когда тебе просто будет останавливать, просто улучшать один рост, а потом буду поедать. И вначале я просто думала, что это просто один месяц путешествия, пока вот я накопленное не потрачу. Ну, не будет у меня путешествия путешествовать. Окей, я вернусь в Москву, снова найду там работу и жизнь моя останет прежней. Но все-таки получилось, и вот пока я еще в путешествии, я останусь в месяцах. Ясно. А в Европе ты была? Путешествовала по Европе? Ну, дальше началось с Европы. В общем, я до этого путешествовала с девушкой вдвоем. А полностью автостопом? Да, всегда только автостоп. Без самолетов, поездов. То есть из Москвы на самолете вы прилетали в Европу, и там уже на автостопе. Или прямо с Москвы? Нет, я поехала. То есть я поехала из Москвы, Питер, там, встретила девушка, с которыми мы путешествовали. И также автостопом мы доехали до Италии, до нашей первой точки. Полностью на машинах передвигались. Вопрос сразу такой. Как вот ты тормозишь машину? Вот так? Долетал? Ну, вот почему вот так? Просто. Просто? Никаких табличек, как там вот фильмах показывают, типа, еду там на Берлин. Нет, иногда мы используем таблички, но это иногда может сыграть как в твою пользу, так и не в твою. Потому что, если видят, например, долгое расстояние, вот, допустим, из Бангкока, я пыталась уехать в Кет. Все пугались этой табличкой. То есть и мне было проще либо без таблички, либо потом я уже написала, что это в ближайшем городе, не знаю, километров в сто. И когда прям сразу же процесс вошел. Ну, то есть это зависит от обстоятельства, от менталитета людей. Ну, вот, допустим, менталитет в Европе. Кто в основном останавливается? Какие марки машин? Дальнобойщики усатые, грязные? Нет, дальнобойщиков, кстати, вообще в целом было не так уж много. Да? Да, как в России, так в Европе, так и здесь. Здесь вообще их просто практически нет. Я не знаю. Ну, в случае, они есть, но они не останавливаются. Машины были разные, вот, даже буквально здесь, на Пхукете, я недавно привозила в Пурскаре, такая вообще вот черненькая машина, констанированная с парированными окнами. Это был какой-то француз, короче, который 20 лет здесь работает, у него что-то там бизнес с яхтами. Здесь, на Пхукете. Да, здесь, на Пхукете. Вот, а вообще это были просто там и шестерки с продавленным дном там и... Ну, то есть ты не говоришь, ой, нет, я с тобой не поеду автостопом. Такая машина остановилась? Нет, вообще. Это просто... Можешь себя вычеркивать из-за автостопщиков, если у тебя есть какие-то претензии. Вот в кузове частенько приходится ездить, например. А вот заплату за проезд там, как-то просят, говорят, типа, давай там хотя бы на бензин скинься или что-то там. Ну, как правило, нет. Это, наверное, 1% из 100, когда человек просто на частной машине, который не подрабатывает там таксистом или кем-то еще, когда он спрашивает денег. Вот реально это очень редко случается. Ну и то, как правило, в диалог такой, что, ой, не-не-не-не, я с тобой встал, у меня денег нет. Мне нужно же бесплатно. Ну ладно, окей. Все. Ясно, ясно. Вот. А ты знала, что Спилберг... Терминатор Спилберг снял? Кто стал Терминатором? А Титаник? Кэмерон, ты совсем охуел, что ли, блядь? Это вырезать нахуй. Вот, Кэмерон. Кэмерон почти всю свою жизнь проработал дальнобойщиком. Да, ездил, в голове прокручивал, типа, говорит, а почему? Посмотрел «Звездные войны», говорит, почему я не могу круче? Крутил баранку, придумал сюжет и решил заняться. Но это ладно. Я думаю, мы тоже автостопщиках встречались. Наверное. Спросишь у него как-нибудь. Конечно, не скромный вопрос. Бывали ли случаи, вот, допустим, в Европе, я слышал, это распространено, случаи, когда какие-то, может быть, домогания, налеги со стороны дальнобойщиков, может быть, какой-то опасный случай у тебя был. Ты же все-таки девушка, не парень. Может, у тебя оружие какое-то с собой есть, там нож свитцарский, швейцарский. Нет, нет, нет. Ну, во-первых, маленькая поправочка по поводу Европы, да, поскольку большинство времени в Европе мы провели в Италии, а в Италии автостоп – это не закона. А, не закона. То есть, да, и мы сначала очень боялись им пользоваться, мы ездили за этими поездах. Вот, поэтому, как такового большого автостопа именно в Европе, особо его нет. Вот, но тем не менее, нет. Давай, давай, Паш, хай ставит. В других каких-то местах ни один водитель вообще даже не намекал. Даже не намекал. Да, хотя реально это смешно, потому что куча, допустим, парней, которых мы встречаем, там, они давно уже ездят автостопом, и они рассказывают, по-моему, какие-то случаи, чтобы именно ценой водитель не вставал. Парню водителю? Да, 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 да. Я не знаю, может, это более популярно. Ну да, у тебя крыша там протекла. А еще вот такой вопрос, бывало ли так, что водитель останавливается, садится, вы поехали, и ты замечаешь что-то странненькое, там, перегарчик от водителя, он говорит, ты не против, и достает бутылочку виски, там, или пляжку, и бухает, и там пьяны за рулем, то есть, я думаю, что им особо ничего не дает, как бы, в том, что они нормальны после одной бутылки, а дальше они уже там сидят где-то в кафешке и начинают так пить. Так, вот вопрос про деньги ты вначале сказала. У тебя есть какой-то запас на карточки, сбережения на экстренных случаев? Ну, в общем, запасы до сих пор как бы есть, вот, вначале будет бюджет просто 1000 евро, в самом начале путешествия, и мы как раз так считаем... Ты уже путешествуешь полгода. Ну, вот осталось, я не знаю, сколько. Ну, что-то, может, он был встал. Ну, короче, еще что-то там осталось. Если честно. Да, вот сколько ты денег в день тратишь? Я читал, что ты писала вот в интернете, в своем блоге, так сказать, на ВКонтакте, в группе, что 3 доллара в день у тебя уходит на еду, на железо, на передвижение. Ну, да, ну, в общем, тут 3 доллара, это как раз-то не бюджет. Вот мы посчитали вначале, что если мы будем тратить не больше 4 евро в день, то мы сможем путешествовать один год. Один год. Вот, ну и, соответственно, да, из этого у нас копили. Сан-Сан, искры, пусть воды нам притащат. Пить мы, что запивать, как? Все, все, все. Ну, соответственно, да, до сих пор в бюджете, не считаю, пару случаев. Соответственно, 3 доллара это деньги только на еду. Только на еду. Да. Ну, иногда на банк. Вот, если что, то есть 62 доллара. Не-не-не, вот, допустим, сегодня, так как интервью, я тебя покормлю. Сан Саныч Богомолов, да, то есть такой честь доброй воли, у меня остостовщика, у которого 3 доллара в бюджет. А меня покормишь? Нет, у тебя с Москвы буржуя, я кормить не буду. Еще один немаловажный вопрос, который люди задают в путешествии, не только автостопом, вообще путешественники. Что у тебя со страховкой? Нету ее? Нет. Ее нет страховки? Да, ее нет. Но просто я знаю очень много случаев, когда у людей была страховка, и что-то случается, они потом не могут добиться своих денег от страховой компании. Ну, бывает, страховая начинает мутить, пришлите там документы, типа, вы были без шлема, пьяные, там, какие-то. Ну, короче, знаешь, знаешь, что я тебе скажу, если уж будет совсем какой-то пикет, то тебе вообще не важно, там, сколько, сколько, сколько денег, и просто человек и со страховкой, и без страховки, он надеется, что этого ужасного случая не произойдет. Поломанных ног не произойдет. Да, 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 да. А, допустим, какие-то готовые штуки, типа гриппа, да, ну, как бы, слава богу, ничего такого не было. И могу даже сказать, что у меня, допустим, была для начала путешествия аллергия, как я на животных. Я начинала с дедкации, мне как сняли глаза, и вообще, просто началась практически патричная паника, потому что я добавляю и заранее. Сейчас я останавливаюсь постоянно у разных людей, у кого-то из них собаки, у кого-то из них кошки, там, ну, частенько. Вот сейчас я, например, уже там, четвертый день сплю огнюху с котовым. С огромным шотландцем и пушистым, да, аллергии никакой нет. Ну, то есть это все в твоем мозгу. А девушке где, с которой ты вот путешествия держала сначала по Европе? А мы разделились, она сейчас где-то насыновенится, да. А разделились полюбовно или... Полюбовно, да, полюбовно. Все нормально, никаких типишей там не произошло. Нет, нет, никаких типишей. У нас было изначально, ну, одно понимание путешествия, то есть мы когда шли, допустим, по трассе, могли долго заступить тачку, либо у нас не было места, где ночевать, никто из нас там не крениковал, никто из нас не начинал говорить, зачем все вообще это нужно. Да, типа, блядь, ты меня заставил. А мне нравилось с тобой пуститься в путешествие, а вот не было, да, такого? Да, такого не было, поэтому просто мы решили, что пришел новый этап путешествия и пора уже испробовать свои силы по отдельности. Потому что когда ты спешу, все равно ну, вы общаетесь чаще, там, и лишь у нас кому-то там не подойдешь из места. Вот, и... Вот решение определить. Очень кушать хочется. Да. И давай, давай, будем... Не против, ребят, если мы будем кушать и с напителом в том разговаривать. Ну, завтра... Никит, а ты... Я тоже желать буду. Я на палки ставлю. Так, вот вы разминулись с подружкой. Она сейчас на Самуи, ты здесь. А вопрос еще такой, может быть, людям не может быть, а будет интересно, как ты жилье находишь в путешествии? По Азии, допустим. Ну, вот, соответственно, жилье предполагает поиск киски по каучсерфингу. Это стандартная рогатка. Что такое каучсерфинг? Ну, в общем, да. Для тех, кто не знает, каучсерфинг это сайт такой в интернете. Каучсерфинг это от английского диван, да? Ну, да, типа прыжки, серфинги по диванам, с дивана на диван и с домом дом. Ну, вот, в общем, типа социальной сети. Там несколько миллионов пользователей и практически в любой стране, в любом городе, ты можешь найти человека, который готов принять себя в классе. Ну, там такая идея, что, типа, делиться опытом, рассказывать другую историю, ты можешь узнать что-то новое о другой стране, ну, и найти людей. Ну, как у нас, типа, парты у костра, сидеть, бородатый, тушенку жрать и делиться, вот, как я был в Европе, там, путешествовал по Монголии. Да, 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 как раз, типа того. А я слышал, вот, насчет этого каучсерфинга, один раз случай был. Короче, в Гонконге парень с Европой с девушкой, остановился в Гонконге и пьяный китаец изнасиловал девушку парня. Нормально. Вот такой вот каучсерфинга. Нормально. Ну, да, я тоже увидела новости про этот случай, но, знаешь... А если маньяк будет вот так, да? А этот, Саныч, помнишь, гей-капкан? Да, гей-капкан, там чувака заманили и говорят, мы геи. Давай, снимай трусики. Да, ну, в шутку, там, пять ребят вызвали курьера домой, приходят, они раз из-под кровати вылазят, как геи-то геи. Говорят, мы геи, это гей-капкан, ты еще не понял. Ну, ладно, все. Ну, вот видишь, в днях может встречаться даже с курьером, даже если ты не пользуешься там все. Да, да, да. Поэтому ты вообще не застраховываешься. И, ну, есть такой момент, что путешествия, они развивают твою интуицию. И дальше ты уже как-то лучше сочетать людей, грубо говоря. И ты встречаешься, ну, то есть, как правило, встречаешься не тупо там, вот ты идешь в трюкзакон, прям до самого дома, а встречаешься, когда вот я в трюкзакон ходила, когда ты открываешься на фронтический океан, и ты вообще, как правило, народ пытается тебя встретить, тебя тут разобрать, ну, то есть, помочь по мере возможности. И вот, пока вы едете, там, у тебя есть, в принципе, время, чтобы понять вообще, что это за человек. Если что-то, допустим, тебя смущает, и все время можешь переиграть. Да, скажу, ладно, что-то я хочу в отеле отдохнуть. Слишком ты странный чувак. Слышь? Да, и потом есть такая штука как отзывы. Ну, то есть... А, о этом человеке читаешь отзывы. Да, и есть еще опция, такая рекомендация. То есть, человек оплатил там какую-то минимальную денежку, если человек, как-то, пробил номер своего телефона, он может изъявить один свой адрес, там. Ну, и если у человека, допустим, 50 отзывов, да, и он пользователь, пользователь с, там, 2000 года, то, ну, мясо понятно, что вряд ли он что-то там захочет. Не, ну, никто не отменял шизофазию, припадки каких-нибудь этих-то, ну, что у него вскроются какие-то душевные заболевания. Ну, ладно, так с припадками реально ты можешь остановиться, просто идя по улице, да? Тоже верно, да. Боятся, молковы боятся в лес не ходить. То есть, каучсерфинг. А вот сейчас, на Пхукете, ты по каучсерфингу остановилась? Нет, нет. Ну, то есть, первый раз, да, я остановилась по каучсерфингу, потом я вот съездила там в провинцию Панга, сейчас вернулась. И здесь вот меня выручил Facebook. Короче, привет всем фейсбучным чувакам, которые советовали мне что-то не очень хорошее. Я вот читал, я вот, я наткнулся на твое сообщение в Facebook и в русскоязычной комьюнити-группе. Там около 12 тысяч человек, или даже 13 тысяч человек русскоговорящих, кто живет на Пхукете людей. Ну, половина из них, может, и не живет в России, просто кто любит Пхукет, Таиланд, ну, именно группа по Пхукету. И я посмотрел, ты попросила там небольшой помощи, чтобы добраться до Симилан. Но ты не просто как попрошайка попросила, но ты попросила еще, ты партера. Говоришь, я работал на телевидении, могу сделать для вас то-то, то-то, если у меня на Симилан. И на тебя там полкана такого спустили, говорят, да ты нищебродка, как вы заебали уже тут попрошайничать в этой группе. А самому Ишаку 100 бат жалко, тварь. Пропиваешь, сука, больше же, блядь. Чтоб девчонке помочь. И на тебя все полкана. Как ты к этому отнеслась? Ну, знаешь, во-первых, есть тоже такая мудрая фраза. Собака лает, караван идет. Ну, то есть, такие люди всегда найдутся, но это не должно мешать тебе делать свое дело. Вот, и помимо того, что там были такие, типа, хейтеры, нашлись, конечно, те люди, которые меня поддержали. Вот сейчас, если сейчас, я живу у очаровательной Даши, которая писала и предлагала мне остановиться у нее, в случае, если мне нужно будет семью. Я, собственно, так и сделала. Она моментально мне ответила, забрала меня с потомга в ночи. И... Вот, ребята, так что вы сейчас смотрите группу, видео, которое я в группу к вам выложил, спокойно добралась до Симилан. Все так. Да, так знаешь, что самое интересное? Я вчера буквально сидела рядом с такой-то кокошкой, и там было экранчиков, сфермируемые экскурсии. И то, что снимали тайцы. Это просто, это такой ужас. У них какие-то там трясущиеся руки. Да, там в стиле 90-х, как у нас снимали рекламу. Все аналии, и, знаешь, я понимаю, сколько они могут взять, как бы, за изготовление этого ролика. И я, ну, то есть, по сути, для меня дошло тако вчера, что, в принципе, мои услуги, даже снимая на телефон, смонтировать вот это, они стоят гораздо дороже, чем вот этот франый экскурсия, эти Миланы. Серьезно! Но, как бы, идея моего путешествия сейчас не заработать. Мне, наоборот, прикольно, что это поделать для опыта. Вот. А просто вот этого вот полкана, которого спустили, я вообще никак понять не могу. Да, и ладно, хай-хай с ними. Они там всегда, им только, да, их что-нибудь, какую-нибудь тему помусолить. Зарабатывать ты, наверное, начнешь тогда, вот, когда у тебя деньги, да, закончатся в путешествии, ты будешь уже, ну, или когда не закончатся, когда уже начнут подходить к концу твои сбережения, тогда уже будешь как-то зарабатывать. Ну, да, ну, сейчас, во-первых, меня очень пугает вот этот курс. Я думаю, всех пугает. И меня уже серьезно, меня обращают люди, как мне двинуться в сторону Китая, потому что, опять же, многие путешественники, которые встречались в Китае, они сказали, что, если ты белый, вообще можно же не искать к работе, ты просто идешь по улице, и тебя там начинают разговаривать. Ну, вы с снайпса похож, чувак. Ну, смотри, я жил в Китае, да? Я жил в Китае, я тебе скажу так, если ты будешь в Шанхае, в Бикини, допустим, ну, в каком-нибудь таком городе, даже, возможно, в Карбине, там белых людей, вот как у тебя, с русскими волосами, 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 приглашают на работу, на обычную работу, просто приглашают, постоять, как открылся какой-то автосалон, моделью, постоять там, порассказывать, ну, там, рассказывать, рассказывать надо по-китайски. Не, не просто, hello, hello, my friend, заходи там, и все, то есть, ну, ничего, то есть, работа вот так. А если ты занимаешься роликами, вот этими, монтируешь, сделаешь, говоришь, что ты красиво, профессионально работала на телевидении в России, в Востоке. Да, да, в Китае, потому что тоже, как будто привет из 90, там, такие ролики, реклама из 90, совершенно просто. Но я тебе скажу, если ты хочешь ехать в Китай, отправляйся обязательно, делай визу себе, визу можно сделать, как раз, в районе в Чинмайе, ты делаешь в Чинмайе визу, и через границу Лаос, из Лаоса на автобусе, уже в провинцию Юннани, пошла по Китаю, путешествовать. Вот. Был ли у тебя момент, вот за эти 6 месяцев путешествия, что ты хотела все бросить и вернуться обратно к московской жизни, пробки, метро, там, где-то. Нет, такого момента не было, то есть я ни разу, всерьез не запомнилась о том, чтобы, я не знаю, попросить денег на билет, ну, что я сейчас спросите, у меня сейчас есть на билет на обратный, отсюда, по крайней мере. Вот. взять просто и уехать. Такого не было, да, но как бы был вот прям недавно момент, как раз когда я ездила в эту провинцию Панга, собственно, после Симилан, дальше у меня там была цель, национальный парк Каасов, и, ну, соответственно, вот в этом регионе, где Каала, Каасов, там никого кауча в помине нет. Поэтому я ехала просто на Абу, у меня не было вообще места, где жители, у меня не было там никаких абсолютно знакомых, вот, первую ночь мне помог таксист, который забросил меня до пирса, где я, знаете, не договорилась о бесплатной искусстве, с Симиланой, и он же, как бы, в процессе диалога счел своим долгом оплатить мне номер в отель. На следующий день я остановилась там у тайцы, которые работают в кирме по производству, как раз в этом видео, он тоже там начал со мной общаться, понял, что мне негде жить, пригласил к себе. Вот. Дальше мне еще предстояло две ночи в соседнем Каасовке, где тоже не было абсолютно никого и ничего. Вот. И это было уже проблематично, потому что, ну, как бы, постоянно ждать непонятно чего, это, ну, это интересно, с одной стороны, это вообще вот там вся самая путешествия, но с другой стороны, рюкзак вечный, там, завище, это тоже так все ухомляет. Но в палатке ты ночуешь? Нет, у меня палатки нет с собой. У меня есть спальник. В спальнике ночевала? На улице нет. На улице, на комары. Да. Нет, просто всегда, собственно, причина, в которой я не взяла палатку, потому что, если ты возьмешь палатку, то ты не будешь уже искать никакую вписку, ты просто поставишь ее там, где тебе приспичило, и будешь спать там. Прям на банке, воткнул на хурнопатонге. Почему бы и нет, да. Вот. И там нет, соответственно, душа, там нет людей, которые могут там, где-то положить какой-нибудь там лаврот, хотя бы там, кофе с печенькой. Вот. А если ты находишь какую-то вписку, то это уже намного проще. А где тебе больше понравилось, в Европе или в Азии? Ну, даже не знаю. Ну, в плане людей вообще. Знаешь, что просто... Понятно, что в Европе архитектура охеренная, ну, просто в плане, в общем, вот. Не-не-не, везде хорошо, и тут сложно. Вообще, кстати, вот в этом существе, у меня раньше был рейтинг вот по странам, по азиатским, по крайней мере. Вот у меня тут был там на первом месте Вирму, по-моему, на втором Лаос, на третьем Вьетнам, на четвертый Трланд, на пятом Вьетнамбурге. Вот, ребят, Таиланд на четвертом месте. А сейчас уже не так. Сейчас у меня вообще нет никаких рейтингов, потому что везде по-своему хорошо, по-своему хорошо. И все зависит от каждого людей, которых ты встречаешь на своем пути. В какой бы ты стране хотела побывать больше всего? Ну, вообще... Вообще... Либо не стране, может быть, точки географические там, или не знаю. Да, в общем, вот 3,3 региона, которые меня безумно привлекают. Это Соединенные Штаты, Севская Америка и Черная Америка. Черная Америка. Да. Вот так. Никит, может, у тебя какой-то вопрос? Да, ну, у меня такие лайтовые вопросы. Вопросы. Да, лайтовые. Это... Саныч, у меня тут небольшая поправочка. Вот ты спрашиваешь, страховочка есть? Да. Паш, даже если была страховка от гей-капкана, от гей-капкана... Еще никто не убедил. Еще никто. А, ну... Еще ни одна турфина. А, ну... Ну, она же для девушки, девушка. Ну, при чем? Я не за ней вообще говорю. Она же рассказывала про парней-автостопщиков, что все время гомосексуалисты домогаются. Да я тебе рассказывал, как в Москве клофелинят так, ссори. Да? Ты что? Это вообще, Маш, ты как? Тоже не в теме? Ну, я вам так секретик небольшой раскрою. Этим промышляют недобропорядочные таксисты, в основном, вузе баров. Вузе баров по центру, то есть они... Как это все действие происходит? Подсаживаются, подсаживают болдового пессенджера, да. О, браток, ну, он готовый в очко. А у него пузырь вот такой вот, только не 0,5, а литрушка. То бишь, у клофелина какой прикол? Небольшой передос, и человек отъезжает. Просто отъезжает. Все, калаху. О. А он, значит, небольшую концентрацию в этой бутылке делает, чтобы он не отъехал. И он такой, братан, тебе плохо, набахни водички. Ты воскушаешься этим зелем, и все, и чик отъехал. Все. И тебя чистят, блядь. Это такая фишка. Соответственно, так же и в Европе. Распламбе, да, ебанул клофелина, блядь, это еще очко болит, блядь, так что вот так, ребят, вот такая. Еще буквально два вопроса, и все, закругляемся. Бомби. Самый запоминающийся случай из твоего, вот, в будущем. Можно даже такой, знаешь, что-то, или криминальное, но не обязательно. что-то негативное. Самый, ну что такое, вот что, да, просто. А, ну, я думаю, что все-таки номер один пока что, это случай, когда нам удалось бесплатно раздобыть билеты в Воронку с Италии в Албанию. Куярдень. А так вот сколько примерно стоит билеты с Италии в Албанию? Просто вот на скамейку, как бы, грубо говоря, почти на полу, там общая такая палуба, там 40 евро стоит. 40 евро? А сейчас... Слушай, Маш, а где-нибудь в трюм как-то просочиться там, в мешок какой-то залезть в виде багажа? не знаю, не поправили. Ну слушай, что же перебивать? Вот, соответственно, а нам достался бесплатный билет в каюту, с душем, все вообще как мы соценили. То есть на лавочке вот такой деревянной 40 евро, 40 евриков. евро сейчас скачило, а вам душ с каюты, да? Да, 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 с нормальной кроватью все вообще... Ну, просто за разговор, да, никаких там не было? Ну, ну да, и факт просто в том, что никто абсолютно об этом не верил. Все и кавиасы, с которыми мы сталкивались и рассказывали о своих плавах, они говорили, забудь об этом, это нереально, просто так тебе никто билет не даст. В итоге мы 4 дня ходили в порт, рассказывали о нашей ситуации. Да ебывали по-русски. Вот. И самое-самое классное это было, что реально это все происходило как в фильме, потому что они реально, эти люди, в порту, которые помогли нам добыть билет, они поверили в эту историю и, ну, про вот этот двумеранг добра, что наша идея вообще существует, была показать себе и другим, что деньги это не самое важное, как ущество. Ты можешь существовать с очень ограниченным бюджетом или вообще даже без денег. Главное, это начать и поверить в это. Вот. И то, что мир полон добрых людей. Они реально, они поверили именно в эту идею. И потом, когда уже, ну, там возникли маленькие улечки на Кремане, потому что они просили билет с вами на другой какой-то компании, которая там у них посредоторована. Вот. И, в общем, мы до последнего не знали, получится ли, не получится. И потом уже просто, когда глава этого порта делал финальный звонок, человек, который был, собственно, уполномочен дописывать эти билеты, все сотрудники порта стояли практически вот так кружочком, вот так вот, держали там нас за руку, маленький охранник, который знал уже нас в лицо, вот. Он тоже там просто такой подходил, успокаивал, беспокойтесь, все получится, мы верим. Вот. И в итоге просто, ну, вот когда Паспорт сказал, что да, сейчас вы поедете и берете билеты, это было просто всеобщее ликование, потому что люди, люди реально подпишали эту идею, люди были сама с горой, и они занимались себя вообще никак не было, никому не нужными, не известными девушками, хотя могли бы этого не делать. Ну, так вот, мир не без добрых людей. А сколько стран ты, в общем, посетила? Вот, слушай, я не считала, потому что... Ну, примерно. Десять? Потому что, как считать, вот, допустим... Ну, вот, одну минуту в стране прибыла, это все посетила страна. Ну, ты знаешь, даже с такой момент, что я не помню, как мы ехали в Литвию, потому что нам повезло, мы поймали в Литве, то есть в Латвии, Литве, Литве мы поймали машину по мини-венчику с эстонцами, которые ехали как раз по Литвию. Но они медленно, эстонцы, ехали? Да нет, кстати, немедленно. В общем, мы с ними провели два с половиной дня, вот, у них был навигатор, то есть у них везли, 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 а вот до сих пор неверно, через какие-то страны ехали. Я думаю, стран 17. Стран 17. А в Азии в Японии не была? Нет, для Японии нужно получать везу непосредственно в Москве, по пути ты не можешь ее сделать. Да, 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 я в Японии был, только, но это другая история. Так, что еще хотел, какой-то вопросик задать, интересен тебе. А что ты можешь посоветовать людям? Пожелания, может, какие-нибудь, да. Кто начинающий, кто вот, кто сидит, очкует, ехать, не ехать. нервничает, что-то там работа у него и в то же время хочется и болится. Ну, в общем, реально есть просто элементарный совет. Я бы, по крайней мере, ни от кого его не слышала, когда я начинала. Мне, возможно, его не хватало. Если вы боитесь там и все прочее, не нужно сразу там обрубать вот все, как я и пускаться в действительном путешествии. Вот, допустим, дождитесь вы просто очередного своего отпуска. У вас есть какая-то страна. Когда доллар упадет. Ну, это не важно. Ага, и вы будете на пенсии. Дождитесь очередного отпуска. Выберите страну, которую вы хотите посетить. Ну, допустим, где-то недалеко. Допустим, Европу, да, если вы живете в России. Езжайте автостопом. Да, попробуйте автостоп. Первый раз в своей жизни. Попробуйте каучсерфинг. Или хотя бы, знаете, шаг за шагом. Сначала автостоп, допустим, потом каучсерфинг. Или сначала только каучсерфинг. Вот, вообще идеальный вариант сначала попробовать только каучсерфинг. Вы, допустим, у вас двухнедельный отпуск, Вы берёте билеты и ищите себе кост. Если вы едете на две недели, то я советую найти нескольких человек и пожить в разных местах у разных людей, чтобы вообще вонять. 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 Вкус, дух, как лучше всего. Если вы скажете, что за эти две недели у вас всё сложится прекрасно, как правило, народ вообще моментально подсаживается и уже не представляет, как можно по отелям останавливаться. Вы просто берёте и в следующий раз присовправляете к нему автостоп. Ну, в общем, небольшой опыт каучсюрфинга и автостопа для начала. А потом у вас уже начнут отпадать ваши вопросы. Вот так вот. А как с алкоголем в путешествия? У тебя дела обстоят? Ну как, вообще он не нужен, если честно. Ну, в плане того, что пить не хочется. В Москве у меня периодически бывали такие времена, когда после работы ты идёшь и понимаешь, что... Причаститься чуть-чуть. Ну, расслабиться, да. Выпить, не знаю, там бокальчик или бутылочку, не знаю, что пойдёт. Вот. И, ну, такое бывало, да. Здесь таких моментов, что прям хочется выпить и вообще нет. Но вот периодически, периодически вот кто-то предлагает что-то. Ну, и, как бы, я, да, я до сих пор решила побыть там, не знаю, вино или пиво. И вот так, как поймёт. Вот так, да. Это самый Саныч, у меня босячий вопрос есть. Давай, давай, давай. Насущный, насущный наш наркоманский. Давай. Маш, Саныч тут пару роликов снял про наркоту в Таиланде. Да, да, да. Что тут не забалуешь, краснопузы и лютуют конкретно. Ты была в Европе? Может, тут в двух словах, что там, как они шабят там или нюхают? Может, ты что-то там предлагали те же шофера? Просто в двух словах, как там обстанова у них? Ну, как бы, знаешь, что, трава есть везде, вот что я могу сказать. Не-не-не, ну, может, ты там при тебе вмазывались где-то, ты там идёшь куда, оба смотришь в подъезде, раз, они вмазываются. Ну, ничего такого не было, да, Маш? Ну, такого ничего не было, просто вот, если ты останавливаешься по каучу, то многие люди там курят траву. Ну, это норма, да, как бы, да. Ну, и всё, и всё, что тут что-то больше. Да, в Европе это норма. Да, всё, ну, такой вопросик был, ну, интересно просто. Мы же там не были, пока. Мы же там не были. Ну, вот, в принципе, и всё. Ещё один вопрос, Саныч, можно? Ещё, ещё? Маш, ну, он такой из ряда, я на технолога просто учился. Такой вопрос тебе, почему не делают колбасу из рыбы? Как думаешь? Не, может, не делают? Нет? Ну, ты пробовала когда-нибудь? Бля, ты вопросы вообще знаешь. Желаний не возникало. Ладно, давай тогда я ещё бомбану пару вопросов. Ну, давай, чё. Как ты думаешь? Активированным... Стоп, стоп, Саныч. Ну, ты ж приурочи этот вопрос. Мы сегодня делаем барбекю. Купили угля. Шашлычок, да, наш. И хотим попробовать. То есть, в интернете гуляет такая тема. Давай, Саныч, бомби. Я думаю, гуляет такая тема, что, мол, барбекю можно сделать на активированном угле. То есть, горит как уголь, как думаешь? Да. Горит как уголь, только намного дольше. И ярче. Потому что он не поскрусованный и активировался. Как ты думаешь, это правда или нет? Вот, грелись в автостопе этим, активированным углём там или это всё байки и ты не слышал такого? Ну, я не знаю, но считаешь, что и твой долг проверить. Всё, будем проверять, будем проверять. Ну, может быть, есть какие-то у тебя лично ещё что-то хочешь сказать, там, что-то... Ну, вот, 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 собственно, могу подтянуть как раз к этому последнему вопросу, что всегда, что о чём мы не говорили люди, там, не знаю, что какая-то страна опасна, там, или, я не знаю, что у тебя там что-то не получится, не стоит верить, как бы, словам на обувь, лучше всегда проверить на собственном обуви. Вот, и не смотрите телевизор, вот вам совет. Телевизор, чай, кофе не пить, телевизор не смотреть, мёд в башку втирать. Всё, ребят, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, не смотрите телевизор, а смотрите мой канал. С вами был Сан Саныч Богомолов, оператор Никита Литвинков и наш гость, Машенька, Маша из Москвы. Всё, всем пока. Всё, ребят, всем пока.